Привет! Я прибыл сюда немного раньше наших героев. Думаю, наше традиционное угощение придется им по вкусу. Всем нравится получать сюрпризы, а если эти сюрпризы будут происходить каждый день, то отдых наших героев превратится в праздник. Итак, я с ними на курорте в клубе, но чтобы не мешать им и не сковывать их отдых, я постараюсь оставаться максимально незаметным. Нашим героям еще очень много предстоит узнать, а мне нужно рассказать и показать вам, как мы отдыхаем. Мы. Но ведь уже очень скоро этот отдых, эти роскошные условия могут стать предметами, окружающими и вас. Поверьте, к хорошему очень быстро привыкаешь. А если эти условия не просто хороши, а роскошные, вы не можете их не заслуживать. Вскоре наши герои будут здесь и мне нужно будет покинуть это помещение. Но пока их нет, я спешу рассказать вам, куда же они попали. Благодаря воле случая, ну и нашим стараниям, конечно. Мы находимся в клубном комплексе Мультиклуб острова Тенерифа, самого крупного из группы Канарских островов, находящихся в юрисдикции Королевства Испания. Клубный комплекс расположен на побережье Атлантического океана и температура воды здесь даже в зимние месяцы не опускается ниже плюс 20 градусов. И мы с вами подошли к сезонности. Дело в том, что в системе клубного отдыха стоимость членства напрямую зависит от сезона. Календарный год разделен условно на три основных сезона. Красный означает пик сезона, самый высокий, популярный. Белый в межсезонье. И синий условно означает не пиковый сезон. Большинство клубов продают 50 или 51 интервал из расчета на год, чем обеспечивают круглогодичное посещение. Даже в том случае, когда владелец не может использовать свою неделю на курорте или желает посетить другие места, обменная система позволяет другому владельцу использовать его номер. Система владения отдыхом способствует продлению красного сезона. В городских районах на объекты размещения может поддерживаться круглогодичный спрос. В Англии, например, почти две трети клубов имеют пиковый сезон, продолжающийся в течение пяти месяцев, с мая по сентябрь включительно. Предоставление обширного диапазона услуг высокого качества, наличие центров проведения досуга и клубов здоровья, которые обычно ассоциируются с клубами отдыха, снижает климатическое неудобство зимних месяцев, стимулирует таким образом круглогодичное использование клубов. Мы в апартаментах. Данные апартаменты классифицируются как семейные и относятся к классу Т1. И сейчас я хочу рассказать вам об уровне и классе апартаментов. Вы только не подумайте, что это какой-то особенный номер. Нет, самый обычный, класса Т1. Итак, идем дальше. Гостиная, спальня, кухня, ванная комната. В общем, аналог обычной российской двухкомнатной квартиры. Я был недавно в гостях у одного своего друга в России. Это просторнее, поверьте. Удобная мебель, комфортная техника. Что еще нужно? Итак, данные апартаменты классифицируются как Т1. А в целом весь жилой фонд в типе размещения клуба обозначается как Т0, Т1, Т2, Т3 и Т4, где цифра указывает на количество спален. В системе владения клубным отдыхом существуют следующие типы номеров. Для того, чтобы вам было понятнее, я буду классифицировать их в привычном для жителей России понимании. То есть, покомнатно, как в обычной квартире.